Встреча с ГИБДД Беспасенных 40 студентов из Монголии, из Улан-Батора ехали в Казахстан. Автобус заглох на трассе родина Благовещенка из-за некачественного топлива. Сейчас автобус на ремонте в Благовещенке. Крупно повезло маме и ее будущему малышу, женщину. На пятом месяце беременности на снегоходе срочно доставили в больницу. А вот в райцентр Чирыжского района проехать не могут с пятницы. Техника работает ежедневно, но ветер наметает сугробы заново. Дорога закрыта, люди отрезаны от цивилизации. Так же, как в поселке Масальский Локтевского района. А здесь дорога вся запущена. И по полю они там пытались бить, ничего там не сделали. И здесь все забито, все вообще ужасно. То есть мы сидим сейчас в данный момент без средств существования. В деревне ни хлеба нет, ни молока, ни скорую вызвать, ничего не уехать, ни в больницу. В общем, никуда. Они просто вовремя, когда нужно было трассу чистить. То есть вот после 25-го, 26-го был Буран, занесло там ее. Ее нужно было расчищать. Ее хотя бы нужно было расчистить всю дорогу. А вот в Топчихинском районе глава сельсовета и несколько жителей чистят снег вручную. По словам жителей, с Топчихи нет выезда уже неделю. На три села работает один трактор. Да и тот не в лучшем состоянии. А вся техника сейчас на заметенных трассах. Девять из них до сих пор закрыты. Тем временем Барнаул активно вызволяет из снежного плена. На уборку в выходные даже выехал губернатор. Судя по карте, большая часть рейда пришлась на центр города. Смотрели, как чистят и дороги, и остановки, и тротуары. Только в Барнауле на улицах работало 300 специальных машин. Но проехать до сих пор можно далеко не везде. Дарья Демиллер. День с толком. День с толком.